В эти дни телефонные мошенники считают убытки. Если раньше за один день им удавалось на доверчивых гражданах зарабатывать по несколько сотен тысяч тенге, то сейчас горожане стали грамотнее в опросе телефонного обмана. К примеру, 30-летний Актьюбинс рассказал полицейским, как по мобильному ему советовали принести 4000 долларов за освобождение брата, который якобы попался за хранение оружия. Между тем, в ДВД области по-прежнему ратуют за правовую грамотность населения, конечно, не без помощи СМИ, и добавляют, что проблема все же существует. В другом случае, это произошло 1 мая, неизвестные позвонили 58-летней женщине, представились с сотрудником полиции, и за обманным путем за освобождение сына, который совершал дорожно-транспортное происшествие, обманным путем завладел деньгами в сумме 100 тысяч тенге. Потерпевшие скинули деньги с балкона, внизу ожидали подозреваемые, по данным всем фактам мошенничества, возбужденные уголовные дела. Обычно телефонных обманщиков трудно найти, хотя зачастую они действуют достаточно нагло. Бывали случаи, когда домой к Актьюбинсу приходили девушки и забирали деньги за помощь, которая никому в принципе была не нужна. Некоторые относят деньги собственноручно, другие пользуются услугами таксистов. При этом, если раньше обманом по телефону занимались осужденные, то сейчас среди преступников немало людей свободных. Причем некоторые действуют организованными группами. Одну из таких полицейским удалось задержать в минувшем году. Еще раз хотелось бы обратиться к жителям города Актьюбинс. Если к вам позвонили и требуют якобы за освобождение вашего родственника деньги, мы советуем не паниковать, а сразу же перезвонить своему родственнику или же в органы внутренних дел. Эльмира Эжанова, Жуслан Жубаев, программа «Факт».